Все-таки украинцы оптимисты. Любую официальную новость от нафтогаза встречают со сдержанным удовлетворением. Так, во всяком случае, считают в компании монополиста. Убежден, что заявление господина Витренко будет встречено населением аплодисментами. Вот сообщение. По состоянию на 1 августа в подземных хранилищах Украины находится 17 млрд кубометров природного газа, сообщает пресс-служба нафтогазов. Компании также отметили, что на начало августа в украинских хранилищах в режиме таможенный склад хранится 3,9 млрд кубов газа, принадлежащих иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам. Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны, компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилище. По нашим внутренним планам объемы должны быть еще больше, прокомментировал представитель правления нафтогаз Украина Юрий Витренко. Ну вот, что происходит в реальности. Цитирую материал общенационального экономического портала Курс. 2 августа трейдеры, которые сидят в системе торгов украинской энергетической биржи, появилось сразу несколько лотов на сентябрь по заоблачным ценам. Один по 18,4 тысячи, другой по 18,7 тысячи гривен за тысячу кубов. Оба лота предложил нафтогаз трейдинг на условиях отсрочки плодежа в 45 дней. Я пытаюсь понять логику нафтогаза и кабинета министров. Парламент просчет не беру, ибо Верховная Рада решительно своим большинством, да и оппозиции, совершенно не желает вмешиваться в дела исполнительной власти в этом вопросе. Если нафтогаз закупал эти самые 17 миллиардов кубов по щадящей цене с весны до середины лета, как и те частники, что держат свой товар в государственных хранилищах, то почему биржевая цена скачет вверх? Почему контролирующие органы, начиная от Генеральной прокуратуры, НАБУ и оканчивая антимонопольным комитетом, не обращают внимания на явную спекуляцию, да еще при наличии признаков сговора у продавцов? В конце концов, куда логичнее для исполнительной власти было бы необходимым навести порядок в сфере продажи голубого топлива сейчас, нежели в спешном порядке под давлением ситуации зимой принимать решение о замораживании цен на газ.